Девушки отдыхают Комфортная среда Глеб, здравствуйте Поздравляю вас с юбилейным слетом молодежи С 20-летием компании «Российские железные дороги» А также я вас поздравляю с победой в номинации «Комфортная среда» Вы участвовали в премии «Сделано молодежью» Расскажите нам, что такое «Комфортная среда»? Что вы сделали? Спасибо, Елена, за поздравления Мне очень приятно быть участником юбилейного 15-го слета молодежи Особенно в юбилей компании «Российские железные дороги» В 20-летний юбилей Так случилось, что посещаю слет в юбилейные даты В прошлое мое посещение первое было на 10-м слете молодежи Это второе посещение И в этот раз я решил заявить о себе небольшим малым делом Как мне казалось, оно не такое большое, не такое громадное Но, как показал отклик зрителей, отклик наших соратников, железнодорожников Это очень нужное дело, и мне от этого очень приятно Это организация комнаты психологической разгрузки В нашем учебном подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций Раньше это было помещение, заставлено мебелью Заставлено какими-то коробками Ну, то есть было использовалось как склад Временного хранения каких-то очень нужных вещей После того, как я посмотрел, как это реализовано В практике других компаний Посмотрел другие предприятия, где также внедряются элементы Вот этой вот комфортной среды Я понял, насколько это важно Насколько это продуктивно может быть для каждого сотрудника И решил также сделать Был инициатором, и мы вместе с командой Решили организовать эту комнату психологической разгрузки На удивление, она получает очень такой яркий И очень теплый отклик от всех участников Традиционно я провожу вопрос Что вам понравилось после нашего обучения Что вам бы хотелось улучшить Чтобы мы улучшили И вот комната психологической разгрузки Всегда находится на одном из первых позиций То, благодаря чему наши сотрудники Чувствуют себя комфортно И понимая, что люди приходят Совершенно разного возраста С разных должностей, с разным опытом И вот такое место, где можно Побыть наедине с собой Отдохнуть, уделить время себе Действительно, оно приносит очень большие результаты Это помогает нашему учебному процессу И также помогает нашим сотрудникам Чувствовать себя комфортно Для достижения новых дел На благо компании Я так понимаю, что этот проект Это не только теоретическая часть Как оно должно быть? Вы уже на практике показали И коллегам, и жюри Как все это выглядит? Сколько времени вы уже его реализуете? Когда эта комната открыла свои двери Для сотрудников? Эта комната функционирует уже больше года Мы с командой решили Всегда кто-то должен взять на себя Лидерские функции В этот раз Эти лидерские функции были на мне Как на руководителя подразделения И твердым решением сказал В комнате психологической разгрузки быть В этот момент мы с командой Распределились, кто чем будет заниматься Кто-то готовил Делал подборку музыкального сопровождения Кто-то готовил Визуальный материал Кто-то аппаратуру настраивал Аудиосопровождение То есть каждый был задействован Так или иначе В этом мини-проекте Который принес результаты А сколько человек Сразу могут находиться В этой комнате? Или это вот только Для индивидуального посещения? Нет, это может быть И компания Но небольшая группа людей Мы традиционно приглашаем Туда всех желающих Единовременно Там будет комфортно Находиться до пяти Может быть шести человек И всегда, когда хожу По подразделению Заглядываю В перерывы между обучением В эту комнату Там всегда есть Несколько человек Которые обсуждают Что-то рассказывают Про свою работу Что-то рассказывают Про свои предприятия Потому что традиционно В учебных центрах Соединяются люди С разных дорог С разных подразделений Где также могут Обсудить, побурлить И прийти к какому-то Единому решению В своих производственных Процессах, задачах А комфортная среда Этому очень благоволит И содействует А лично вы В эту комнату заходите? Конечно Я для себя Тоже стараюсь уделять Время на нахождение В этой комнате Буквально там Три-четыре Может быть пять минут Нахождения В приятной атмосфере На мягких креслах И диванах Позволяет сосредоточиться Освободить свои мысли Свою голову От ненужных мыслей Как-то собраться Почувствовать Что действительно Ты делаешь какое-то дело Сейчас могут быть трудности А потом дальше будет Действительно дело Сколько лет Вы уже работаете В компании Российские железные дороги И какая должность У вас в настоящее время? В компании Работаю с 2009 года Начинал с должности Составителя поездов Дальше были разные позиции Дежурный по парку Дежурный по станции Начальником Нескольких железнодорожных станций Отдела безопасности Движения охраны труда И последние три года Работаю начальником Перовского подразделения Московского учебного центра Профессиональных квалификаций Пять лет назад Вы впервые приехали На этот слет Я считаю Что пять лет Это достаточно Большой промежуток времени И у нас Такая жизнь Быстротечная Яркая Все меняется Какой слет был Тогда пять лет назад И каким Вы увидели его сейчас И пару слов О том Какая молодежь Изменилась ли она За эти пять лет Хороший вопрос Елена На самом деле Такое заставляет задуматься И вот Вспомнить Что было пять лет назад Безусловно для меня Десятый слет молодежи Юбилейный На котором я был Тоже запомнился Таким вот вспышкой Эмоциональной вспышкой То что оставляет Отпечаток в памяти Этой эмоции Конечно же Это вот единение Вот Такое Направленное движение Заряженных частиц Можно сказать Частицы Это все участники слета Когда каждый был заряжен Вот этим драйвом Энергией Которую хотелось Вот выплеснуть Кому-то рассказать Единомышленнику Тебя обязательно поддержат Тебя обязательно скорректируют Есть экспертиза Это удивительная площадка Удивительное место Где ты можешь Сразу минуя Какие-то административные барьеры Еще другие лифты Можешь сразу напрямую Подойти И Получить ответы На все интересующие вопросы На этой площадке На этом слете Работа команды Как ни есть Проявляется во всей своей красе Это количество Принимаемых решений Количество Качества принимаемых решений Качество обмена информации И скорость обмена информации Здесь на этом слете Это одна из характерных черт Что было там В 10-м слете Что было здесь На 15-м Это та самая комфортная среда Для культивации новых идей И проектов На благо нашей компании Глеб, спасибо вам большое Я еще раз вас От всей души поздравляю Это действительно Важное Хоть и малое Но важное дело И пока я с вами пообщалась У меня у самой такой Прилив энергии Радость Надеюсь, что Этот слет И последующая работа В компании Будет дарить вам Только позитивную энергию И развитие Спасибо большое, Елена Всех с праздником С 20-летием компании И поздравляю всех Участников слета Еще много интересного Ждет нас впереди Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин